добрый день друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о дисциплине сегодня я хотел бы сказать о трех китах воспитания и мне кажется это очень важно дело в том что любого рода воспитательный процесс он всегда стоит на трех незыблемых основаниях если что-то из этих оснований будет нарушена то во всю систему вообще дисциплинирования воспитания приходит дисбаланс то есть неустойчивость и все может быть разрушена и так первое это личный пример еще макаренко сказал что личный пример это не главный способ воспитания детей а единственный однако я не совсем соглашусь великим советским педагогом дело в том что у процесса воспитания существует еще два больших основания и первое основание это несомненно личный пример и я даже сказал что это доминантное влияние но есть еще два это поощрение и дисциплинирование то есть собственно наказание сегодня я хотел бы поговорить больше о личном примере дело в том что наши дети очень редко прислушиваться к тем словам которые мы произносим как сказал жванецкий сколько сына не учи правильным вещам он все равно вырастет таким как ты нам очень важно понимать что для детей гораздо важнее увидеть как мы ведем себя в тех или иных ситуациях нежели услышать от нас как правильно себя вести именно поэтому дети будут копировать модели поведения они будут копировать модель наших взаимоотношений с супругой они будут копировать модель поведения или решения каких-то кризисных проблемных вещей они будут делать так же как мы то есть если мы убегаем прячемся не замечаем то есть делаем вид что мы не видим возникающих сложностей они будут поступать точно так же дети нуждаются в очень хорошем ярком позитивном примере но даже если мы с вами не являем из себя во всех отношениях позитивный пример дети будут копировать абсолютно точно копировать те вещи те способы решения проблем которые присущи нам здесь мы как отцы перед тем как начать браться за ремень перед тем как начать процесс дисциплинирования или коррекции нам необходимо посмотреться в зеркало и увидеть возможные проблемы которые мы провоцируем где-то это наша модель поведения представьте себе очень простую ситуацию ребенок который поступает ровно так же как вы вдруг какой-то период времени начинает получать за это нагоняй и у него возникает некий диссонанс почему папе это можно и это нормально воспринимается в семье а мне нельзя и в таком случае мы делаем или мы достигаем обратного результата для нас очень важно увидеть что некоторые вещи за которым мы наказываем детей являются обычным нормативным поведением для нас не благодарить например недавно был в одной семье в которой отец наказал ребенка вернее сделал такой достаточно строгий выговор что тот встал из-за стола после обеда и не поблагодарил мать но когда сам он встал через некоторое время он тоже этого не сделал мы поговорили для нас очень важно увидеть что какие-то вещи мы делаем неправильно но детей мы за это наказываем и мне кажется что прежде всего необходимо изменить собственное отношение собственный подход собственную модель и только после этого начать говорить с детьми о том что правильно а что не и и и